По Донбассу пронесся Олимпийский огонь. За дни, которые остались до открытия Игра в Лондоне, факел побывает в каждом регионе Украины. В Донецкой области пламя спортивных побед встречал Дмитрий Кочергин. Олимпийский огонь границы Донецкой области приближается в сопровождении экспорта луганских байкеров. Факел в руках 15-летнего мастера спорта по боксу Дмитрия Яйцко. Говорит, не спал почти всю ночь, волновался. Огненную эстафету принимает серебряная призерка прошлых Олимпийских игр макевчанка Ирина Лещинская. На Олимпиаде в Лондоне Украину будут представлять 12 спортсменов из Луганской области и 39 из Донецкой. Легкоатлетка Ирина, как никто, знает цену олимпийской медали. Боксер Дмитрий только о ней мечтает. Дай бог, чтобы участвовал в 31-х. Ну там как получится. Пока еще у меня возраст не позволяет, маленький еще. Очень важно проводить такие акции, чтобы дети, чтобы молодое поколение смотрело на спортсменов, чтобы они как бы заряжались тем духом Олимпийских игр и спорта. Поприветствовать Олимпийский огонь на границе областей собрались воспитанники спортивных школ Дебальцево. Мы Олимпийцы! Пламя побед перевезли за 100 километров в Светогорск. Здесь в лагере «Жемчужина Донбасса» отдыхают более 300 лучших молодых спортсменов региона. Прибытие Олимпийского факела в лагере отмечают спартакиадой. 14-летняя Полина Михайская, чемпионка Украины под дзюдо, говорит, что тренера отдыхать и в лагере не дают. Утром тренировка, завтрак, потом всякие игры лагерные, а потом опять тренировка. Но юные спортсмены на господиодок дня не жалуются и гордятся своими достижениями. Он был маленьким, хлюпеньким. Благодаря тренировкам стал большим дядей. Толкаю сейчас 130-140. Черный пояс? Да. Послуженный, да? Конечно, послуженный. Его нельзя купить. Он неслужен только потом и кровью. Через два года пройдет очередная юношеская Олимпиада. Спортивные чиновники делают большую ставку именно на эту молодежь. Дети, которые сегодня участвовали в этом празднике, я не скажу 100%, но процентов 50-30, я думаю, попадут на Олимпийские детские игры. Олимпийский огонь пробыл в Донецкой области примерно сутки и пропутешествовал свыше 500 километров. Следующим факел принимает Запорожье. Дмитрий Кочергин, Игорь Монастырев, телеканал Донбасс.